Готовят к экстренной операции у мужчины кровоизлияние в мозг. Хирурги будут убирать гематому. У нас пациент с сосудистым заболеванием коколовного мозга, геморрагическим инсультом. И сейчас у него планируется эндоскопическое удаление внутримозговой гематомы под нейронагиционным контролем. У команды хирургов теперь есть новое оборудование. Вот такая нейронавигационная станция. Она помогает проводить операции с самой высокой точностью. Смотрите, в систему уже загрузили снимки головного мозга пациента. Сначала программа строит 3D-модель, а затем подсказывает хирургам, как добраться до гематомы, чтобы не задеть важные части мозга. Станция позволяет по анатомическим ориентирам определить локализацию патологического очага, будь то кровоизлияние, будь то опухоль, любая другая патология, которая может быть в головном, спинном мозге у человека. Он позволяет обойти те структуры, о которых я сказал, которые нельзя у пациента повреждать. На экране врачи видят не только мозг пациента. Навигационная система в реальном времени показывает, куда проникли инструменты хирургов. Один из основных этапов операции – это правильные установки рабочего порта, который нам позволит по наиболее оптимальной траектории подойти к тому образованию, которое является нашим интересом. Вот нейрохирурги добрались до гематомы. Через несколько минут от нее ничего не останется. Кстати, операцию на головном мозге выполняют малотравматичным методом – с помощью прокола. Поэтому на восстановление пациента требуется всего несколько дней. Дарина Гранцева, Вячеслав Синельников, Тюменская служба новостей.